Содержание газового оборудования многоквартирного дома сопряжено с повышенной ответственностью. От его исправности зависит безопасность многих людей и сохранность имущества. Однако часто возникает путаница, кто и за что в большом доме отвечает. Есть две зоны ответственности. Это внутриквартирное оборудование, это зона ответственности собственников и нанимателей, там должны договор заключить они. И есть внутридомовое газовое оборудование, это зона ответственности управляющей организации. При этом очень часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда, например, у жителя договор с одной организацией, у управляющей организации договор с другой организацией. Разные компании – это разные зоны ответственности. Следовательно, разрешение любой ситуации, даже аварийной, может занимать больше времени. Все это доставляет неудобства жильцам, которые могут сидеть без газа, пока газовщики из разных контор согласовывают действия. По этой причине сегодня на территории Подмосковья действует принцип «один дом – одна спецорганизация». Принцип «один дом – одна спецорганизация» – как он реализуется. То есть жители могут на общем собрании сразу делегировать полномочия кому-то из своих соседей или управляющей компании определиться с организацией. Могут сами определить, с какой организацией они хотят. Если этого ничего не произошло, то определяется, с кем заключено большинство договоров. Концепция «один дом – одна спецорганизация» активно продвигается. Однако на федеральном уровне она пока не закреплена. Работать с абонентами может любая лицензированная организация, даже из другого региона. Некоторые фирмы при заходе на новые территории этим пользуются, вопреки удобству жителей. Вот, например, по Новоугольческому шоссе 96 есть информация, что две квартиры заключили договоры с ООО «Стройпошсервис». То есть при этом нарушается порядок расторжения договоров с предыдущей организацией и фактически квартиры имеют два договора. У вас газооборудование же есть, да, плита? Ну да. Вот такую организацию «Стройпошсервис» знаете вы, не знаете? Не знаете. Просто они утверждают, что у них с вами договор на обслуживание вот этой плиты. То есть вы их не знаете, не видели никогда? Чтобы избежать путаницы, власти округа призывают жильцов и управляющие компании заключать договора на обслуживание общедомового и внутриквартирного газового оборудования с одной организацией. Критически относиться к внезапным предложениям по смене газовщиков, а также прислушиваться в этом вопросе ко мнению соседей, администрации и правительства Подмосковья. Михаил Зуйков, Сергей Кошайкин, программа «События».